В 2023 году на всех беговых стартов более 50% участников использовали кроссовки Nike. А среди профессиональных атлетов на некоторых соревнованиях этот процент доходит и до 90. Также в этом году в списке самых популярных кроссовок среди баскетболистов NBA первые 5 мест занимали модели от Nike. За 2022 год только обуви компания продала на 29 миллиардов долларов, а в ближайший конкурент Adidas только на 13 миллиардов. Сегодня это самый известный, самый крупный спортивный бренд в мире. Количество сотрудников компании – 80 тысяч человек. В мире более тысячи фирменных магазинов и фабрики в 46 странах. Как же компания, которая начала с того, что импортировала в Америку японскую обувь, стала величайшим спортивным брендом? Сразу нужно предупредить всех, кто уже начал писать в комментариях, что бренд называется Nike, а не Nike. Вы правы, и с вами никто не собирается спорить. В разных языках названия компаний часто локализуются. Иногда это происходит официально от лица бренда, чтобы название звучало благозвучнее для местного населения, а бывает народная локализация, когда называть бренд просто так повелось. Марка автомобильный Mercedes на самом деле называется Mercedes. Компания, выпускающая программу Photoshop, называется Adobe, а не Adobe. Слово Xerx, которое у нас кроме бренда означает в целом копирование документов, в оригинале звучит как Xerox, уже не говоря об аббревиатурах, как, например, в названии автомобилей BMW, который на родине в Германии BMW, а в англоязычных странах BMW. Вы можете бесконечно быть правы, попросив коллег сделать Xerox документов, но вряд ли вам это поможет. Пожалуйста. Это все к тому, что мы будем использовать в этом видео неправильную, локализованную версию названия бренда Nike, потому что это привычнее на русском языке. Итак, в середине 50-х годов студент Фил Найт вступил в команду по легкой атлетике Орегонского университета, в котором учился. Тренером там был Билл Бауэрмен, чья страсть была беговая обувь. Он научился у местного обувного мастера переделывать кроссовки и самостоятельно дорабатывал и улучшал разные модели. Филу очень понравилась эта идея, он стал первым подопытным для обувных экспериментов своего тренера. Вместе они смогли создать настолько удачные беговые кроссовки, что один из членов их команды использовал эту пару на Олимпийских играх 1960 года и выиграл золото в беге на 400 метров. После окончания университета Фил Найт побывал в Японии, в городе Кобе. Там он увидел местный бренд Tiger и был поражен соотношением цены и качества их кроссовок. Он встретился с главой компании, Кихакира Аницука, и договорился о поставках бренда Аницука Tiger в Америку. Так, Фил Найт вместе со своим тренером Биллом Бауэрманом в 1964 году создали компанию Blue Ribbon Sports. Первое время Фил Найт продавал кроссовки на багажнике своей машины. Но скоро стало понятно, что спрос на дешевую, но качественную японскую альтернативу Адидасу и Пуме был очень высоким. Первый год Blue Ribbon Sports продали 8 тысяч пар японских кроссовок, а в следующем году уже 20 тысяч. В 1965 году был открыт первый собственный магазин компании. И в этом же году Бауэрман предложил компании Tiger свой дизайн обуви. Особенностями были более мягкая стелька, губчатая резина в передней части стопы и вверху пятки, твердая резина в середине пятки и прочная резиновая подметка. Кроссовки нового дизайна, названные Tiger Cortez, вышли в 1967 году и были очень успешными. Но это привело к раздору между японской компанией и американскими партнерами. Найт утверждал, что Ани Цука хочет нарушить эксклюзивность их договора на поставку в США. А компания Tiger жаловалась, что Фил со своим тренером продают свою собственную модифицированную версию кроссовок Cortez под собственным брендом. Партнерство завершилось в 1971 году. И после судебного разбирательства обеим компаниям было разрешено продавать модель совместно разработанных кроссовок. И одновременно модель Cortez была самой продаваемой у двух разных брендов – Nike и Tiger. Производство кроссовок Фила Найта продолжалось в Японии у сторонних производителей, но теперь уже под брендом Nike. В этом же году Бауэрман продолжал экспериментировать с дизайном кроссовок. Используя свою домашнюю вафельницу, он делал из резины прототипы более легкой подошвы с хорошим сцеплением. В 1972 году были представлены лунные ботинки – кроссовки с новой подошвой, которые оставляли следы, как у космонавтов на Луне. Вафельные кроссовки были одной из причин взрывного роста компании в последующие годы. Кстати, компания Anitsuka Tiger тоже сменила название в 1977 году и стала называться Asics. Но вернемся к Nike, именно к самому названию. Когда появились первые мысли о собственном бренде, Фил Найт хотел назвать его шестое измерение. Но кто-то предложил название в честь древнегреческой богини Победы – Ники, и оно закрепилось. Но нужен был еще и логотип, и его сделала студентка университета Портланда. Ее работа стоила 2 доллара в час, поэтому за этот заказ она получила 35 долларов. Фил Найт сказал, что логотип ему не очень нравится, но со временем он, наверное, к нему привыкнет. Когда ростчерк логотипа Nike, или как его еще называют, Swoosh, стал одним из самых узнаваемых на планете, Фил Найт, по-видимому, свыкся с ним и устроил вечеринку в честь дизайнера, который создала логотип и подарил ей акции компании на миллион долларов. С новым названием, логотипом и инновационным дизайном кроссовок, в 70-е годы компания Nike переживала взрывную популярность. С 1974 года бренд начал сотрудничать с именитыми атлетами. Одним из первых был легендарный бегун Стив Прифонтейн. А в 1976 году Nike заключил первый контракт с рекламным агентством. К 1980 году Nike принадлежала уже 50% всего рынка спортивной обуви в США. Компания вышла на биржу, и стоимость акций Фила Найта составила 178 миллионов долларов. Но это было только начало. Друзья, вам совсем не нравится бег? У вас не получается бегать в удовольствие? Вы не знаете, с чего начать? Мы поможем. Скоро стартует поток нашего курса «Бег. Начало». Там будет все, чтобы начать бегать правильно и безопасно. План тренировок, рекомендации по технике, ответы на вопросы, поддержка от нашей команды и много-много полезной информации. Всю программу можно проходить через удобное приложение или через веб-версию с компьютера. Присоединяйтесь со скидкой по ссылке в описании. Две культовые модели, которые продолжают развиваться и по сегодняшний день, были созданы в 80-х годах. В 83-м появилась первая модель беговой линейки Pegasus. Это были первые кроссовки среднего ценового сегмента с технологией Air. Модель оказалась очень удачной и на сегодня линейка Pegasus является самой популярной серией беговых кроссовок в мире. В этом году вышла уже 40-я версия этой модели. В 84-м году были выпущены кроссовки совместно с Майклом Джорданом. Первые кроссовки Air Jordan разошлись в количестве более 50 тысяч пар, а на сегодня уже выделенный в отдельный суббренд Air Jordan приносит компании Nike около 5 миллиардов долларов в год. Ну а в 88-м году появился слоган, который сегодня известен не меньше, чем ротчерк логотипа компании. Just Do It. 90-е и 2000-е годы у Nike проходили под эгидой партнерства со спортивными звездами. Среди них Тайгер Вудс, Леброн Джеймс, Мария Шарапова, Криштиану Роналду, Коби Брайант, Роджер Федерер. Компания стала активно заходить во все виды спорта, подписывая восходящих звезд, как своих амбассадоров. Так, по некоторым данным, еще в 2000-х годах Nike начал работать с подающим большие надежды кенийцам по имени Эллиот Кимчоги. Их партнерство к сегодняшнему дню доросло до того, что именно с участием Кимчоги были созданы самые популярные кроссовки для бега на длинные дистанции. Первая попытка пробить барьер в 2 часа на марафоне была организована именно брендом Nike. И для обеих попыток были созданы специальные версии кроссовок. Об этом мы очень подробно рассказывали в выпуске про Кимчоги и в видео про историю модели в Аппо Флай. Мы не будем повторяться, но там много интересной информации. Посмотрите. Ссылки на эти видео в описании. Также Nike сейчас сотрудничает не только со спортивными звездами, но и с другими компаниями. Например, совместно с Apple создали несколько продуктов, включая спортивную версию часов Apple Watch. Nike стал не только спортивным, но и модным брендом. Появилось много повседневной одежды и обуви, носить которую стало так же круто, как топовые фэшн-бренды. Но начинали они именно с кроссовок и с бега. Основатели компании сами бегуны. Бауэрман, например, после встречи с Артуром Лидердом написал книгу «Джоггинг» и помог популяризировать медленный бег в США и во всем мире. Если стараться найти причину невероятного успеха компании Nike, то, скорее всего, это сильное увлечение и понимание спорта, для которого делался продукт, качественное и недорогое зарубежное производство и сотрудничество с самыми именитыми спортсменами мира. Эти три составляющих помогли сделать бренд самым желанным не только для бегунов и других спортсменов, но и для модников во всем мире. Кстати, а какие кроссовки вы носите? Давайте проверим, так ли популярен Nike среди наших подписчиков. У нас в Телеграм-канале сейчас проходит опрос, ссылка на него в описании к видео. Переходите и участвуйте в опросе, это совсем недолго, но поможет собрать нашу с вами собственную статистику. И напоследок еще одно предостережение для активных комментаторов. Это видео не реклама Nike. Мы были бы не против такого партнерства, но это видео не проплачено Nike. Более того, мы не призываем всех бегать в их кроссовках или носить только Nike. Не всем подходит обувь этого бренда. И соотношение цена и качество может быть выше и у кого-то другого. В чем заниматься спортом, решать вам. Мы просто рассказываем историю о том, как два бегуна создали один из самых дорогих и узнаваемых брендов в мире. Ведь это канал по бегу, а бег в этой истории сыграл самую главную роль. Спасибо за просмотр и бежим дальше. Друзья, если вы хотите пробежать марафон или полумарафон, еще можно успеть подготовиться к старту в этом году. Но начинать нужно прямо сейчас. Для этого у нас есть курс подготовки к марафону. Там мы даем тренировки, рекомендации по технике, питанию и восстановлению. А также отвечаем на все ваши вопросы и поддерживаем на протяжении всего пути. Не откладывайте, присоединяйтесь к курсу. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok